Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава ЭКЕВ. Знаете, очень много здесь, после трехнедельных траурных дней. Теперь начались уже семь недель, что называется, утешение. И речь идет о таком понятии, как изгнание. Изгнание, в котором нас пытаются утешить, отрицательное. Но что такое изгнание? Каждый человек находится в изгнании. Душа наша изгоняется, написано сюда, в тело, чего она не сильно хочет. Каждый раз человек куда-то стремится, и у него не получается. Изгнание бывает разное. У народа, у человека, у семьи, в чего угодно. Говоря об изгнании и освобождении, надо помнить талмудический принцип, очень замечательный. Правильный диагноз – половина исцеления. Чтобы победить это изгнание, следует осознать свое положение и понять причины. Если человек не знает, что он болен, шансы его на выздоровление очень маленькие. То же самое с народом и со всем человечеством. Если он не понимает, что он изгнан, то проблема большая. Прежде чем описывается в Торе, наши предки удостоились войти в Святую Землю, они 40 лет скитались по пустыне. И вот в нашей недельной главе ЭКФ, второй из семи недельных глав Торы, посвященных учению о грядущем избавлении, вот эта пустыня именуется следующим образом. Пустыня великая, страшная, второе страшное, третье – где жалят змеи и скорпионы, и четвертое – где жажда и нет воды. Вот такое поэтическое определение. На самом деле, каждое слово этой фразы, описывающие прелести пустыни, по которой шли люди, относится к тому, что нас отделяет от цели какой-то, от выхода того, души, или чего вы хотите. Надо идти… Мы сейчас все находимся в пустыне знания, нуждаемся в опыте наших отцов, побудивших пустыню. Давайте разберем это, о чем вам сказано. Великая пустыня, великая пустыня нашего поколения – это огромное безжизненное пространство современного, якобы такого сверхцивилизованного мира, где, казалось бы, нет места Тори, нет места духовности. Пустыня царит не только в мире, в душе человека осталось очень мало святого. Душа все больше превращается в пустыню. И прежде всего, объясняется нам, надо перестать пустыню считать великой. Если окружающий мир и события в нем, происходящие, кажутся великими и доминирующими, а духовность второстепенно, да и даже иногда там, да, такой местечковый, что-то там с ним говорит, это первый шаг к победению в бездну духовного изгнания. Духовность должна быть определяющей. Второе – это надо избавиться от страха перед пустыней. Если человек не просто считает внешний мир великим таком и боится, значит, пустыня начинает проникать в внутренний мир человека. Мы склонны придавать преувеличенное значение тем, я знаю, негативным явлениям, которые происходят вокруг нас. Надо помнить, что если человек признает над собой власть Творца, никто другой не будет иметь над ним никакой власти. В том числе, никакая стихия, пустыня, ничто угодно. Следующий шаг изгнания – это змеи, которых написано. Яд змеи, он горячий, от него бросают в жар. И вот эта горячка страстей, там, соблазнов означает, что внешний мир не просто проникает во внутреннее пространство человека, но и перекраивает его на свой лад и заставляет вот чужие дьявы, чужие какие-то идти за какой-то призрачной, придумают себе какую-то ерунду и тратят на нее жизнь. То коммунизм, то там какую-то стройку построить, то еще что-нибудь. Потом смотришь, а жизнь ушла, а цель нулевая. Но там сказано в пустыне еще и скорпионы. Вот яд скорпиона – он холодный. Безразличие, холод, безучастность – это самое опасное из всего. Когда человек перестает реагировать и вот чувствует, что замерзает в нем сердце, ну тут такое, тут плохо, тут горе, тут не обращая внимания. И ничего его не трогает – вот это вот страшная вещь. Вот этот холод безразличия, безучастности укуса скорпиона опаснее даже страсти каких-то или дурного энтузиазма. То пройдет, а это нет. Человека горячего, активного, пусть и зараженного какой-то чуждой идеи можно переубедить и направить его жар в нужное русло. Но когда холодно, безразличие, безжизненность, лежачий камень такой – это уже не повлияешь. И последняя часть нашего рассказа о пустыне – жаждой нет воды. Пустыня, где жаждой нет воды. Кажется, это одно и то же, но жаждой нет воды. Но в Торе нет лишних слов. Вода символизирует вот духовность Тору. Даже когда в человеке от Орманом, от каких-то истоков просыпается духовная жажда, он может, запутавшись в пустыне, начать ее удалить в чем угодно, но не находит того жидового источника, о котором мы с вами сейчас разговариваем. И вот мудрецы говорят, что часто сравнивают таких людей, которые стоят в реке и просят воды. Надо подсказать ему просто – бери и пей. Вот то же самое. И нельзя бояться пустыни. Мы уже говорили с вами. Но вот бери и пей – это очень важная вещь. Вокруг нас огромное количество вот этой духовности, уроков, такого понимания. Надо напрячься, наклониться и увидеть, что в погибающей пустыне мы кричим – где вода? А мы стоим в ней, надо наклониться и пить. Барахава и Ацлаха – всего самого лучшего.